Сегодня у нас главная тема брифика в Сербургский международный экономический форум, в котором работает наша отношительная делегация Владимира Сергеевича. Есть на пятницу в президенте Республики также два крупных подписания соглашения. Первое – это долгосрочное кредитное соглашение между Тойчей банкой и ПАО Нижниковской и Тихим при участии у Примера Кермеса на финансирование проекта нового Олифинового комплекса П-6. О подробности этого соглашения и сделке будут известны завтра, ожидаемо после полудня, во второй половине дня, простите, в первой половине дня будут распространены более подробные детальные информации, о каких суммах идет речь. И второе крупное соглашение завтра запланировано – это подписание специального инвестиционного контракта ПАО «КамАЗ». Речь идет о документе по развитию модельного ряда автомобилей «КамАЗ» и «Мерседес-Бенса» и модернизации мощностей для их производства. Срок реализации этого специального инвестиционного контракта – 10 лет. Инвестиции со стороны «КамАЗа» составят 38,6 млрд. рублей, со стороны «Дайвер КамАЗ РУС» – 7,7 млрд. рублей. С 2012 года ПАО «КамАЗ» и «Дайвер КамАЗ РУС» совместно с основными акционерами, это у всех компаний «Дайвер Эйджи», реализуют масштабный инвестиционный проект развития модельного ряда автомобилей «КамАЗ». Сумма равном объема инвестиций – порядка 100 млрд. рублей. С 1 сентября прошлого года, 2017 года, «КамАЗ РУС» и «Дайвер Эйджи» подали совместную заявку на заключение специального инвестиционного контракта по проекту развития модельного ряда автомобилей «КамАЗ» и «Мерседес-Бенса» – модернизация мощностей для их производства. Реализация этого проекта позволит создать на имеющихся уже сейчас в производственных мощностях высокотехнологичное, компактное, энергоэффективное производство для выпуска современных коммерческих грузовых автомобилей в объемах 55-60 тысяч единиц в год. Освоить производство включенных компонентов и передавать технологии автомобильной промышленности, что, несомненно, скажется на автомобильной промышленности радио в России в целом. В рамках проекта «Пау КамАЗ» обеспечить разработку перспективного модельного ряда автомобилей «КамАЗ» и организацию их производства, создание сеть новых двигателей «КамАЗ Р-6», организацию производства лонжронов, модернизацию штампового производства. В рамках этого проекта «Пау КамАЗ» обеспечит производство новых грузовых автомобилей «Мерседес Бэдс». Площадки в набережных челнах совместно «КамАЗ» и «Пау КамАЗ» обеспечит на современном высоком логичном заводе в набережных челнах локализацию каркасов кабин, локализацию общих деталей, используемых как для производства «КамАЗа», так и для «Мерседес Бэдс», развитие российских поставщиков автомобильных комплектующих, интеграцию российских автокомпонентов поставщиков, в глобальную систему поставщиков компании «Даймер Гейджи». Инвестиции, как я уже говорила, в которых инвесторы готовы принять на себя обязательства в рамках контракта, совокупно составят с уже 6,5 миллиардов рублей. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова